Здравствуйте! Это программа «Лицом к городу». Еженедельно в этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем самые актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. Сегодня у нас тема, которая заинтересует, думаю, многих. Мы будем говорить о зеленых зонах нашего города. Вместе с нами в эфире начальник управления городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры администрации Рязани Елена Фирсова. Елена Вячеславовна, добрый вечер! Здравствуйте! Очень приятно опять быть вашей гостьей. Действительно, два месяца назад мы в этой студии встречались, тогда говорили о планах работы нового управления, о его целях и задачах. Ваше управление, оно вообще ведь появилось только с 1 января текущего года. Тем не менее, что удалось сделать с момента нашей последней встречи в этой студии? За такой сравнительно небольшой срок, который прошел с момента создания нашего управления, нам удалось, как мы считаем, проделать достаточно, наверное, для указанного срока количество полезной и необходимой для города работы. Причем, если часть ее видна и самоочевидна, часть, может быть, принесет свои плоды и покажет свои результаты только в будущем. Все видят, что заканчивается благоустройство и реконструкция небольшого сквера, небольшого, но мы надеемся, что он получится очень хорошим, очень уютным, который находится на передсечении улиц Веденской и Горького. Это то, что горожанам заметно и, я надеюсь, очень порадует их к майским праздникам. Но есть работа, которая не так заметна на первый взгляд, но, тем не менее, очень нужна. Мы проделали большую системную аналитическую работу по выявлению ее обеспеченности зелеными зонами, парками, скверами, зонами транзитного отдыха, которых в городе, в принципе, очень немного, а их нужно развивать разных районов города. И составили карту, глядя на которую, сразу становится понятно, есть ли в шаговой доступности, в небольшой удаленности от определенных массивов жилья достаточное количество рекреационных зон, где люди могли бы погулять, подышать свежим воздухом, отдохнуть, пообщаться с природой, с детьми и друг с другом. И эта карта сразу же показывает более благополучные регионы и более, скажем так, депрессивные в этом смысле, на которых нам, в первую очередь, необходимо будет сосредоточиться и предлагать решение, чтобы эти зоны тоже стали зелеными, экологичными и благоустроенными. Речь, насколько я понимаю, будет идти не только о благоустройстве, скажем так, поддержании в нужном виде вот уже существующих зеленых зон, да, но и вот эта карта, она может стать основой для предложений по созданию новых зон, как вот получилось на пересечении Горького и Веденки. И получилось не случайно. Это место было идеальным для развития небольшой зоны транзитного отдыха, значимость которой нельзя преуменьшить. Проходить по комфортабельным городским пространствам, по небольшим зеленым участкам, видя красивые деревья, кустарники, малые архитектурные формы. Это то, что, безусловно, повышает любовь к своему городу, уважение к нему. Это ценно, ценно для граждан. Ну, давайте сейчас мы немножечко отправимся из этой студии в город, да, выйдем, что называется, в люди и отправимся как раз вот в этот новь появившийся в городе сквер, новый сквер нашего города на пересечении улицы Горького и Веденской. На месте двух снесенных старых домов на пересечении улиц Горького и Веденской потихоньку вырисовываются очертания будущего сквера. Уже сейчас рабочие проложили и замостили тротуарной плиткой дорожки и засеяли землю газонной травой. Далее здесь также будут установлены фонари уличного освещения и лавочки. Рязанцы относятся к подобной инициативе городских властей весьма положительно. Ну, я думаю, это было бы замечательно, если бы у нас было бы больше таких скверов. И для детей, и для взрослых. Это бы просто было хорошо. Застроили домами, помойками, всем непонятно чем. Так что это очень хорошо. Мы ждали, мы никак не могли. Мы в этом доме живем, и мы никак не думали, опять построят какую-нибудь коробку. А так нас это очень устраивает. Кстати, на недавнем ежегодном отчете перед депутатами Городской думы глава администрации Рязани Виталий Артемов сообщил о намеченной масштабной программе по благоустройству парков и скверов. Отрадно, что городская власть помнит не только об исторически сложившихся зеленых зонах, но и создает новые, как, например, сквер на пересечении улиц Горького и Введенской. Елена Вячеславовна, ну действительно, сквер получился, вот, пусть небольшой, но очень такой притягательный. И, насколько я понимаю, насколько я слышал, там со временем, вот, в этом году уже будут высажены новые и достаточно экзотические для нашего города растения. Я бы сказала, селекционные. Дело в том, что мы хотели, чтобы этот сквер не только украшал наш город, но и нес определенную образовательную, смысловую нагрузку. В непосредственной близости от него расположен небольшой домик, в котором, еще не будучи знаменитым биологом, некоторое время снимал уголок Мичурин, который является, не знаю, украшением селекции биологии. Поэтому в честь этого великого человека хотелось бы высадить небольшую дендер-коллекцию. Конечно, это небольшой сквер, и компактно расположив определенные породы, сорта деревьев, мы, наверное, могли бы очередной раз напомнить нашим горожанам, гражданам о своем знаменитом тоже земляке. Да, приятно будет, наверное, вот усесться на лавочку в этом скверике рядом с реликтовыми растениями и взять какую-нибудь книжку об истории Рязани, ну, скажем, «Великие земляки». Мне кажется, это было бы замечательно. Ну что ж, сквер на улице Веденской практически уже реализован. Дело, что называется, за малым, за посадкой. Для этого должны быть погодные условия соответствующие. Конечно. Ну, наверное, главный Рязанский сквер, даже не сквер, а главный парк, центральный парк культуры и отдыха, Рюмина роща, у него еще появилось название, всем, очевидно, нуждается в серьезной, скажем так, реконструкции. И глава администрации города, выступая с отчетом перед депутатами Рязанской городской думы, здесь, в этом кресле, неделю назад, сказал, что уже в этом году начнется первый этап работ по реконструкции ЦПКО. Вы совершенно правильно отметили, что ЦПКО – это гораздо более значимый, масштабный проект, объект, имеющий совершенно особую значимость для нашего города. И, конечно, его благоустройство займет гораздо большее количество времени, просто в силу сложности и объемности необходимых работ, которые нужно произвести. В этом году мы хотели бы, скажем так, привести парк в порядок, его немного оживить, провести благоустройство в каком смысле, улучшить тропиночную сеть, восстановить покрытие дорожек, улучшить систему освещения, произвести расчистку. Конечно, в ремонте нуждается ограда парка, предполагается, скорее всего, ее полная реконструкция. Но это непросто. Мы постоянно советуемся с общественностью, собираем предложения по парку. Над ним работают хорошие проектировщики. Поэтому, конечно, похвалиться столь стремительными результатами, наверное, не получится. Но надеемся, что возьмем качество. Ну, тем не менее, наверное, многие горожане заметили, что в парке уже ведутся работы. И, скажем так, это работы, так скажем, грязные, черновые. Я сейчас попрошу наших режиссеров запустить видео. На этом видео, собственно говоря, вот сейчас видно, идет замена канализационного коллектора. Очень важная работа. Водоканал ее проводит. Дело в том, что коллектор находится под землей. Трубы, что называется, устали. Они нуждаются в замене. Да, вот, может быть, сейчас именно то время, когда эти трубы поменяются, и затем уже никто под землю, что называется, не полезет. Это вот еще раз подчеркнули, такая черновая работа. Но необходимая. Да, она не связана вот с каким-то таким видимым благоустройством. Но без нее можно представить, что очень плохо будет. Является основой основ, конечно, потому что было бы странно сейчас произвести благоустройство, а потом начинать земляные работы. Поэтому работы тщательно согласовываются по срокам, по порядку их проведения. Поэтому, может быть, вот визуальную красоту мы увидим не так быстро, как нам бы этого хотелось. Но, тем не менее, работа носит системный характер, чтобы это одно из главных украшений нашего города восстановить и возродить. Ну, вообще, Центральный парк культуры и отдых, он привлекает внимание многих рязанцев. Вот, в частности, на этой неделе городские проекты, такой достаточно популярный интернет-сообщество опубликовало свой вариант благоустройства одной из частей парка. Вы уже знакомились, уже видели, и вообще, как выстраиваете отношения с общественностью? Безусловно, видели этот проект. Он интересен, он красив по-своему. Работать в диалоге с общественностью – это наша обязанность. Поэтому всякое мнение учитывается, всякая идея принимается, анализируется. Идеи бывают замечательные, за что мы, конечно, глубоко благодарны соотечественникам, за то, что они так неравнодушны к судьбе этого парка. И, конечно, все принимается, анализируется с глубоким уважением и благодарностью относительно такой активной позиции и частных лиц, и общественных организаций. Это очень приятно, что люди приходят и предлагают что-то, говорят, что им не все равно. Елена Вячеславовна, еще об одном месте рекреационном резальне хотелось бы поговорить – это Лыбецкий бульвар. Это Лыбецкий бульвар. Там ведется сейчас строительство. До сих пор очень, ну, скажем так, достаточно большое количество горожан почему-то уверены, что там строят то ли офисную, то ли жилую многоэтажку. Нет, это же по контурам строительства, даже на той стадии, на которой оно находится сейчас, видно, что это красивое элегантное здание. Это гостиничный комплекс в мюнститутерском стиле. Мне кажется, это очень замечательный проект. Он вписан в это место настолько органично, с учетом его специфики, с учетом каких-то его особенностей, с учетом того, что Лыбецкий бульвар дорог гражданам и не терпит какой-то вот олиповатости, что ли. Проект действительно очень красивый, я его видела. И одновременно со строительством гостиницы предлагались варианты развития прилегающей территории Лыбецкого бульвара и благоустройства. Очень тоже интересный, красивый, с установкой детского кафе, кондитерской, которая будет сделана в виде мельницы, фонтанов, роллер-дрома. С благоустройством близлежащей территории. Но я хотела бы обратить внимание, что сейчас это эскизное предложение. То есть это еще не готовый проект. Он может претерпеть какие-то изменения, но даже в таком виде, в котором он представлен сейчас, он привлекателен и украсит Лыбецкий бульвар собою. Если разовьется, там предполагается соединение гостиницы и кондитерской мельницы, если я правильно помню. Небольшим декоративным мостиком. То есть все запроектировано очень изящно и с сохранением вот этой специфики улицы Мюнстерской. То есть Лыбецкий бульвар, улица Мюнстерская, они будут по-прежнему доступны для людей. Более того, они станут намного более комфортными. Отдых станет намного более комфортным. Ведь на самом деле этот проект развивается и рассматривается в комплексе. Рядом находится улица Почтовая, которая в настоящее время, по сути, получает свою вторую жизнь. Улица Мюнстерская непосредственно соединена с улицей Почтовой. Соответственно, развитие вот такой вот большой зоны нового общественного пространства, я думаю, что повысит привлекательность и доступность для граждан всей этой территории. Ну что ж, благодарю вас. Улица Почтовая, кстати, надеюсь, мы поговорим уже в следующее воскресенье и более подробно расскажем о том, какие работы там начались и когда они завершатся. Это будет тема отдельной нашей программы. Ну а сегодня мы говорили о зеленых рекреационных зонах Рязани. Благодарю вас, Елена Вячеславовна, что нашли время в эти майские праздники приехать к нам в студию. Елена Ферсова, начальник управления городского планирования, пространственного развития и транспортной инфраструктуры администрации Рязани, была в программе «Лицом к городу». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова